А как это достать? Сколько у меня ретраев? Четыре. Ну я так думаю, можно просто рискнуть. Если вдруг там что-нибудь полезное есть. К примеру, тоже мясо. То он, наверное, стоит пули. Если что, я просто попытку использую. Возвращение. И все. Несколько-нибудь мяса там и фрукты. Нахрен они мне сдались. О, тут нифига, тут целый склад. Батарейка. Что мне делать с батарейкой? Хрен его знает. Может это по квесту где-нибудь дальше надо будет. Ингалятор. Ингалятор хорошая штука. Но у меня в любом случае одна пуля осталась. Так что, если мне не попадется банда и пистолет. Я же говорил. Так что здесь уже проблем выбора бы была. Ну. Я ничего не потерял. Но приобрел много чего. Так что. Оно того стоило. Я считаю. Ни хрена си тут. Блин, ну отодвигайся. Весь город говне. В принципе. Не в таком уж говне, конечно. Но. Но. Очень похож на наш город. А. Видимо надо будет сверху спуститься. Стойте. Так тут же. Или сверху открыть надо будет. Или он наоборот приедет наверх. Это же лифт все-таки. Да. Ну там всего лишь аптечка. Так что. Можно особо не париться. У меня в любом случае аптечка есть. Так что. Что-то так темно и страшно. Где тут переключатель? Включаешь. А тут сразу какая-нибудь пара голубая утрец. И ты говоришь. Не. Лучше на ощупь опираться. Это что за? Твою мать. Ублюдок. Кусок тупого говна. Ну-ка лежать. Сказал лежать. И мы не хотим. Это будет последнее, что ты делаешь. Уоу. Как они говнюки-то всплыли просто. О, еще козел меня сразу выстрелил. Сволочь. Только здоровье отнял. Сраный кусок. Кусок. Просто кусок. Ну давайте я сейчас просто себе столько блюталитов. Гулящик всыплю, что знаете. Мне даже какая-нибудь кочерга в задницу будет абсолютно относительно похрену. Абсолютно и относительно и частично. И по полной программе. По полной программе я конечно не советую. Для особых хардкорщиков, которые проходят. Драгон Эйдж Ориджин с одним персонажем. Абдавлено как-то... Что это значит? А, типа здесь две линии слились в одну и поэтому можно пройти с линии 1 и линию 2. Нет, я тебя оставлю здесь подыхать. Кусок. Кусок батона. Бутылка кефира полбатона. Бутылка кефира. Уже нету полбатона. Собственно говоря, куда он делся, спрашивается. Это по-любому. Домовенок Кузи его сожрал. Хороший, кстати, мультик про домовенка Кузи. Мне особенно нравится этот... Или как, не домовенок Кузи? По-моему, в домовенке Кузи это было там... Ох ты, мать твою, за ногу. Ладно, один хоть подошел. Так. Вот этого надо было, наверное, убивать. Я пробую его убить сейчас. А тут пусть обламывается. Ублюдок. Успел схватить пистолет. Фух. Вот это было уже посложнее, но хотя патроны вернулись все. Мне, помню, было три и стало три. Ага. Так, то есть мне идти надо сюда, ну... Давайте сначала здесь обыщимся. Я думаю, что здесь тупик. Нет, наоборот. В другую сторону надо идти. Они, блин, проснулись тоже, я не знаю. А цепячки у них тут? И может, какой-нибудь выброс прошел? Или стрелок прошел из сталкера? Ну, не зря я шел. Че это? Снова болеутоляющий, ну просто капец. Кочерга, ты где? Я ищу тебя. Цель игры найти кочергу и засунуть себе ее куда-нибудь, не знаю. В пятку. Ну, в пятку. В носок, в смысле, чтобы пятку грело. При этом закидываться болеутоляющими. Хотя, знаете, после того, как я сожрал дофига болеутоляющих в лет в ОД, это количество уже как-то пофигу. Особо мне нравятся ролики, где Луис жрет таблетки и постоянно какую-то хрень несет там. Пилз, 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 хер, пилз, хер. Как бы они на одной карте совмещают все... А, ну, они здесь показывают хотя бы то, что... Показывают вот эти красные... Красными линиями ограничивают движение по линии метро, вот этой по синей ветке. Будем называть ее синяя ветка, да. Представим, что это чисто московское метро. В принципе, оно выглядит даже без апокалипсиса, наверное, примерно вот так. Если честно, не был, но говорят, что оно примерно такое. Стоит туда спускаться, нет? Ну, засодовый. Может быть, оно того стоило, вот этого прыжка вниз. Естественно, наверное... Конечно же. Да? Как ты пришел сюда? Ты обиделся за ребенка, так что ты должен быть хороший человек. У тебя есть ребенок, так что ты, наверное, хороший человек. Ты можешь дать несколько... Немного еды для бедной женщины? Другую, чем... Тупое мясо. А что оно от меня требует? Четыре банки консервов. Ну, окей, отдам ей. Две банки консервов, а мне четыре, так что отдам ей две. И получу ачивку! Я здесь сижу уже около шести месяцев, поэтому... Но еды так и не нашла. Что еще могу тебе сказать? Когда, например, когда наконец-то пыль осела, люди начали вылезать из укрытий, что ли? Маленькие группы начали бандитствовать... Бандитствовать друг друга. Бандитствовать... Нападать друг на друга. Другие люди вообще изолировали от себя, ото всех. В любом случае, мы можем сказать то, что цивилизация, которую мы когда-то знали, исчезла. Я вот... Я только непонятно. Они не говорят конкретно то, что... Твоя крошка очень милая. Твое дитя очень милое. Спасибо тебе и желаю тебе удачи. Мне тоже. Мне надо уже уходить отсюда. Я вот так и не понял. То есть, как бы, если так подумать, то... Землетрясение какое-то масштабное. Ну, конечно, происходит действие в Америке. Это как бы понятно, да? Я вот не... Мне непонятно. Землетрясение какое-то затронуло штат или всю страну или всю землю. Но я думаю, все-таки, если... Оно затронуло... Мэй, расскажи мне о Генри. Генри хороший человек. Он был моим другом. Он дружил с моей мамой перед тем, как здесь все развалилось. Она помогала ему как? Маме работала в госпитале. Она помогала разным людям. Когда им было больно. Но она всегда помогала мне первой. Так вот. То ли... Ну, если так подумать, то если герой возвращался там... Четыре часа на самолете, куда улетел... Возвращался сюда, в город, допустим, целый год, то значит, что... Это землетрясение охватило почти всю страну, почти всю США, потому что я думаю, что от западного побережья на восточное можно пролететь спокойно за четыре часа. Поэтому такое массовое, видимо, землетрясение было... Ну и да, можно реально подумать, что, допустим, события после конца света, там, какого-нибудь... В 2012 году, которое по сюжету оказалось... В... В Assassin's Creed 3, смотрите, две одинаковые машины. Просто это близняшки, или, я не знаю, сиамские близнецы. У них колеса не сросшиеся, нет, ну... Ну, по крайней мере, сотруно у них номера почти одинаково. Да почему почти? Одинаково. Одна и та же модель, одна и та же текстура. Я не знаю, они бы хотя бы постарались сделать две разные машины рядом стоящие. Та же самая машина, те же самые текстуры, тот же самый отрыванный номер. Да, 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 да. Нет, я не посмотрел, но я в этом уверен. Да, та же самая машина. Генри живет в этом здании. Молодец, Генри. Не знаю, что это за здание, но окей. Фруктовый коктейль. Ну, скорее, фруктовые консервы. Чекпоинт, ура, блин, дофига ритраев, капец, я не знаю, куда их использовать. Лучше бы патроны давали, как при каждом сохранении. Нифига, у себя у него квартирка такая классная. Еще и высоко находится, смотрите, раз пыли нету. Здесь никого нету. Мне это не нравится. Одна... Но Мэй, похоже, знает место. Ты здесь? Как ты дошел? Мэй? Ты можешь подержать это секундочку? Да, мы здесь, как и обещали. Ты отважный человек, как и я. Или честный человек. Все, что тебе нужно, на столе перед тобой. Мэй будет здесь в порядке? Где ее мать? Я не знаю. Но желал бы это знать. Спасибо тебе в любом случае за помощь. Ты можешь идти. Хорошо, Мэй. Похоже, мне надо идти. Ты можешь мне отдать мою игрушку? Похоже. Ты уверен, что она должна быть в порядке? Она только что потеряла свою мать. Вообще, ты можешь сделать для нас кое-что. Кое-что достать. Радиопередатчик. Радиопередатчик? Почему ты не можешь сам его достать? Генри! 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 А, ну понятно, потому что он в коляске. Потому что я не могу. Кстати, его озвучивает... Оставайся здесь с нами. Ты можешь остаться здесь с нами, она сказала. Его озвучивает... Актер, который озвучил Адама Дженсона из Deus Ex Human Revolution. Слышали, да? Сравните. Он сказал, лук на столе, забирай его. Где конкретно? Блин, он не желает задницы повернуться, что ли? Чёрт, я не знаю, что случилось. Окей. Охотничает лук. Надо будет попытаться. Или совершить попытку, или ещё что. У вас появился лук с одной стрелой. Осторожно. Стрелы очень редки. Один удар. Когда она была выстрелена, ваша стрела может быть возвращена. Вам нужно попрактиковаться, вы должны попрактиковаться, стрелять стрелами перед тем, как столкнётесь с врагами. Используйте правый бампер, чтобы менять оружие. Не забывайте возвращать стрелы после того, как они были выстрелены. Стрелы можно использовать заново. Окей. Пойду сбирать стрелу. Ну, автоматическое прицельное, это хорошо. Ну ладно, понятно. Чё тут думать? Естественно, никаких припасов они мне не дадут, да? Готов? Хорошо. Мы знаем, что радиопередача где-то здесь, на карте. Линда триангулировала сигнал, идущий несколько лет назад. Видимо, услышала его. Мы не знаем, где точно. Слишком много пыли, чтобы видеть через улицу. Но где-то... Но где-то там находится то, что нам нужно. Окей, чувак, ты просто капитан очевидность. Раз вы меня просите перенести вам радиопередатчик, я вот не знаю, то он вам нужен. Я вот только не знаю, что это слово триангулировала. Видимо, засекла или еще что-то сделала сигналом. Или обнаружила. Не, по-моему, есть такое слово триангуляция. Или нет. Почему мама не возвращается? Ну вот, теперь потом заставят... Теперь потом потом заставят еще искать мамашу. Вот что-то есть. Оральные... Оральные регидрационные соли. Что? А, регидрационные то есть восстанавливают... Восстанавливают водный баланс организма или водяной, или какой... Ну, при обезвоживании, в общем, даются эти соли, видимо, для того, чтобы человек не помер. Опять же, от обезвоживания. Блин. Если ты пойдешь наружу, то не разговаривай ни с какими незнакомцами. Молодец, девочка, очевидность. Видимо, это дочка капитана очевидности и мамы очевидности. Ну все. Топаем добывать радиопередатчик. Какая быстрая глава. Как она быстро закончилась. Ну, или не глава, но, по крайней мере, разница по времени между чекпоинтами была незначительная. Продолжение следует...